Совет номер два Стархиту, автору Ангире Болдаревой. У неё особая миссия следит за повесткой ночью. И я хочу обратить её же внимание на её же статью. Она написала её, эту статью, первого октября в 06.30 утром. Волочковой не стыдно за роман с женатым Керимовым. И она приводит ссылку, откуда эта статья взята. Это YouTube-канал Амина Цент. Вот это интервью, которое было 22 сентября. Понимаете, 10 дней почти больше назад. И она только сейчас публикует. И её интересует только вопрос судьбы, значит, роман с олигархом. Волочковой с роман с олигархом. Девушка, которая брала интервью у Волочковой, новый блогер, у неё всего 29 подписчиков, где-то 6 видео. Молодая, начинающая, можно сказать. И два часа Волочкова рассказывала, беседовала с этой девушкой. Она рассказывала о своей жизни, о подставах, рассказывала о своём шоу, которое она проводила. Что она 20 лет работает бесплатно, приглашает зрителей на свои мероприятия. Что дети её очень любят. Что она написала две книги. И рассказала о своей жизни, об отношении к психологам, об отношении к тем людям, которые её подставляют и так далее. Много о чём было. Два часа из вот этого двухчасового интервью, которое было 10 дней назад, 22 сентября. Вот это, вот, она считает себя журналистом Ангира Болдырева. И выбрала из всего сказанного Анастасии Волочковой, значит, в своём интервью вот этой вот новенькой блогеру Амини Центр, она рассказала только вот про то, как Волочкова не стыдна за роман с женатым Керимовым. Эта тема уже имеет такой длинный шлейф. Это уже, я не знаю, три... Уже сколько лет об этом постоянно говорят. Но не говорят о том, что Волочкова написала книги. Не обсуждаются, о чём в книгах написано. Не обсуждается, какое шоу она делает. О том, что она показывает. И это ничего не интересует никого. Всех интересует только личная жизнь Волочковой, что она вот была в отношениях с женатым Керимовым. Дамочки, если вы уж хотите что-то написать, вы пишите что-то. Вот у тебя, дорогуша Ангира Болдырева, у тебя такой обожает своё дело, тут сказано. Увлекается темами, отношениями, моды, турецкое кино и так далее. Всем так, любит коллег и так далее, и так далее. В общем, много чего рассказывает. О себе ты рассказала, дорогуша, хорошо. А что ж ты о Волочковой-то рассказываешь только то, что, как говорится, никому не интересно, как она была с этим Керимовым? И только это вас интересует? Вас только постельные дела интересуют? Я в шоке вообще от того, что вот вы заканчиваете, я не знаю, вот журналистки и вот эти вот, вот. Образование журналиста получила в городе Элиста, Калмыкия. Что вас на этом факультете учат, вот, выбирать только самые, как говорится, грязные, копаться в грязном белье и вытаскивать, вот, только для читателей вот это. А мне, например, интересно, что в книге написано в одной, что в другой написано в книге. Мне, например, интересно, что Кокошу Волочкова создала, как она приглашает людей. Она 20 лет занимается благотворительностью, она бесплатно приглашает зрителей на свои концерты. А вы, говорите, ковыряетесь в грязном белье и публикуете вот это вот. Вот. Пожалуйста. Волочковой не стыдно за роман с женатым Керимовым. И еще публикуете, не стыдно, вот еще и публикуете его фотографию. Вот. Если политик, тут сказано, предпочитает не говорить о романе с балериной, что же вы публикуете его фотографию? У него уже, как говорится, поезд ушел. Он не вспоминает уже о прошлом. Это называется копание в грязном белье. Вот так-то. Ангира Болдырева. Я не считаю, что вы закончили образование журналиста. Я считаю, вам надо еще учиться, учиться и учиться. это совет номер два. Продолжение следует... Продолжение следует...